И всем привет, ребят! С вами Стермайк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мне хотелось бы обсудить очень и очень интересную тему. Это все дело будет связано с битвой ютуберов. Ну и вчера после того, как у нас появился анонс нашей замечательной битвочки, появилось очень большое количество вопросов у комьюнити о лучших ютуберов танков онлайн, которых нету в этой битве ютуберов. И сегодня я захотел записать, рассказать вам свои мысли по этому поводу, почему наших лучших, самых огромных и жестких ютуберов в этом ивенте нету. Ну и в каком виде этот ивент вообще появляется, потому что сегодня на момент записи этого видоса у нас по сути первый день возможности покупки спецухи с пропуском. Поэтому заодно мы ее как раз таки приобретем, эту всю темочку. Ну и сделаем свой, ну можно так сказать, выбор. А выбор-то я сделаю, понятное дело, что сам за себя. То есть чисто голосочек в кино. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком. Дальше, конечно же, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровая аккаунточка, что на тему личный так, так темпая. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и забывайте форму, которая есть в описании. Как вы знаете, у нас в танках есть два супер больших ютубера. Супер жестких ютубера. Это BigTankSivider, да. Не побоюсь этого слова, да. Я назвал никнейм двух этих мега сильных ютуберов. И ни одного из этих ютуберов в нашей битве ютуберов нету. Нету их просто. Их просто нет. Почему их нету, да? Вы спросите, они там по просмотрам не зашли? Они не смогли попасть? Они же там супер топ. Почему их здесь нету, да? Потому что есть супер большое количество фанатов, болельщиков, этих двух крутейших ютуберов. Но вдруг их в том ивенте, который делается как раз таки, для них нету. С чем это связано? Почему их нету? Да, есть вариантик, что им просто не понравился ивент. И поэтому они решили в этом всем деле не участвовать. Ну, либо же они просто испугались, да. Что они проиграют и за это ничего не получат, да. То есть для них потенциально хорошие цифры, да. Которые можно получить. Потому что вы видели, как сложилась предыдущая битва ютуберов, когда надо было набивать просто опыт, да. Просто опыт. При том, что эти два ютубера там участвовали, да. Кто-то посерьезнее, кто-то менее серьезнее. Но в любом случае участвовали, да. А тут есть возможность такой же вкуснейшей подлудки. Делают разработчики как раз таки для ютуберов ивент. И два лучших ютубера в этом ивенте не участвуют. Я, честно говоря, думал, что здесь как раз таки мы проверим силушку, да. Проверим нагибчик тех ребят, которые говорят. Одевайте, ребятки, оранж красочку на миночку, на миночку, на миночку, да. То есть я вот как раз таки думал, что здесь мы этот контактик и проверим. А ребята просто отказались. Просто отказались делать врываловую. Поэтому у нас здесь есть те ютуберы, которых, ну, по сути, и не должно было быть, да. То есть сон, который там только вернулся в ТО, который там особо даже не пилит никакой контент. Ник 10, который относительно тоже недавно появился здесь, да. Мисс Хаус тоже, у которой нету там супер каких-то цифр активности, да. И, ну, по сути, это просто, ну, автозамена, да, которая произошла, да. Которой здесь, ну, по сути, наверное, ну, не должно было быть, да. Поэтому у меня лично вопросы, да. Почему боятся или почему не участвуют, да. То есть вы хотите сказать, что плохие есть призы для ютуберов? Нет, призы, как по мне, хорошие, достойные. Призы для почетных мест, да. Да, ну, я считаю, что можно побороться, можно поучаствовать. Здесь нету никаких таких дополнительных проблем. И тут бах, и просто у нас отказочка происходит, да. Просто отказочка происходит. А если ты самый большой, если ты самый жесткий, если ты на сайте ютубера ТО стоишь на первом-втором месте, и не участвуешь в битвочке, которую для тебя делают, то тут у меня появляются какие-то вопросы, да. Хотя в свое время именно они, ну, не только они, конечно, да, но были сторонниками того, чтобы как раз-таки всякие движухи у нас с битвами подобными происходили, да. А тут ребяточки просто, ну, можно так сказать, сливаются на морозе и не участвуют. Возможно, у них есть какие-то свои определенные причины, о которых я, например, не знаю, но я вижу всю эту ситуацию так, как будто бы два самых жестких и лучших ютубера Танков Онлайн просто испугались участвовать в ивенте. Как-то так, да. Многие мне просто задавали этот вопрос. Я, честно говоря, ничего лучше да и не придумал. Чтобы записать видос, обсудить эту тему вместе с вами, возможно, возможно, выслушать в комментариях хейт, да, от фанатов и лучших самых ютуберов, да, я как бы, ну, и к этому тоже моментику готов, но к адекватной критике вообще. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу, почему два лучших ютубера отказались участвовать в этом ивенте, за кого топите, за кого болеете, кто делать будет в Рейвалову в рамках этого ивента. Ну и, ребятчики, кому интересно, конечно же, также приобретайте вот этот вот замечательный наборчик с болельщика, да, за полторы тысячи танковинов. Не самое дешевое приобретение, да, если, например, сравнить с Танкофандом, да, то здесь как бы нужно попасть четко в цель в одного из восьми ютуберов, который выиграет, чтобы получить скин-конт. А в Танкофанде можно получить большое количество всяких наград, ну и в том числе, скорее всего, получить тот самый заветный скин-конт, да, и за это все дело вложить тысячи. Но если у вас есть большие суммы, если у вас и на Танкофанд хватает, и на эту движуху хватает, и вы верите, топите там за какого-то ютубера, то можете также приобрести всю эту тему. Возможно, какой-то контентик по этому поводу, мы еще до самой битвочки запишем, да, когда, например, появится сетка, сделаю какие-то свои предикты, предположения по этому поводу, ну и узнаем, возможно, даже команды каждого ютубера, да, потому что пока что это все держится, ну, в таком небольшом секретике, поэтому будет интересно понаблюдать за всей этой ситуацией, ну и уже с 10-го числа на протяжении двух дней, 10-го и 11-го, у нас эта битвочка произойдет. Поэтому пишите свои мысли по этому поводу, за кого топите, за кого болеете, приобретаете этот ивент или не приобретаете, ну и напишите, что вы думаете по поводу двух лучших ютуберов, почему их нету в этом ивенте, да. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok